Журнал образования отходов первого и второго классов опасности ОПВК. Заявка на обращение с отходами первого и второго классов опасности. Мои заказы. Движение отходов необходимо отражать в журнале образования ОПВК. Запись в журнал необходимо вносить в течение 10 рабочих дней с даты изменения информации. В интерфейсе раздела доступны два режима просмотра данных – группировка и список. Для создания новой записи в разделе «Журнал образования ОПВК» нажмите кнопку «Плюс», добавьте отчет об образовании ОПВК. Дата операции с ОПВК. Выберите место накопления. Масса. Выберите вид отходов по ФККО. Выберите массу мета в тоннах, объем в кубических метрах. Документ, в котором зафиксирована операция – вид документа, в котором организация отражает движение отходов согласно приказу Минприроды России номер 1028 от 08.12.2020. Укажите номер и дату документа. Сведения об упаковке отходов, а именно наименование и количество. К примеру, картонная коробка, если у вас образовались ртутные лампы и количество коробок, в которых происходит накопление отхода. После заполнения всех полей и подписания с помощью электронной подписи, запись автоматически переходит в статус «Подтверждено». При необходимости запись со статусом «Подтверждено» можно удалить и скорректировать. Заявка на обращение с ОПВК формируется из раздела «Журнал образования ОПВК» из записей в статусе «Подтверждено». Для создания заявки перейдите в нужную запись в журнале образования ОПВК и нажмите на кнопку «Создать заявку». Выберите договор в статусе «Действующий». Информация о месте накопления отходов МНО заполнится автоматически из записи журнала образования ОПВК. Заявку можно подать только по одному МНО. Укажите, есть ли наличие сезонных ограничений на МНО доступности автомобильного транспорта. Укажите планируемую дату передачи погрузки ОПВК до. Заполните блок «Информация о передаваемых отходах». В поле «Скан паспорта отхода» появится файл паспорта, который был приложен ранее к виду отхода в разделе «Мои места накопления». При необходимости прикрепите к заявке фотографии отходов. Поставьте галочку в поле «Возврат тары», если после транспортировки хотите вернуть упаковку. В стоимость оказания услуг федерального оператора возврат тары не входит. Срок и порядок возврата тары обсуждается с оператором после его определения. Заполните блок «Грузовые места». Под грузовым местом понимается одна единица груза, предназначенная для транспортировки – коробка, ящик, палет, мешок, бочка или любой другой отдельный предмет. Если груз является опасным согласно паспорту отходов, необходимо использовать соответствующую тару и маркировку упаковки, дать детальное обоснование в заявке согласно ДОПОК «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов». В заявке об отнесении к опасному грузу в обязательном порядке укажите соответствующий номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование и группу упаковки вещества. Сведения о соответствии упаковки регламентом и паспорт безопасности химической продукции МСДС указываются при их наличии. Подпишите электронной подписью. Заявка уйдет на рассмотрение федеральному оператору. После того, как статус заявки будет «Заказ сформирован», в разделе «Мои заявки» вы сможете выгрузить QR-код, распечатайте его и прикрепите на каждое грузовое место. После того, как статус заявки будет «Заказ сформирован», в разделе «Мои заказы» вы подтвердите дату транспортирования отходов. В день передачи отхода по заявке оператору подпишите акт приема передачи в разделе «Мои заказы». По факту оказания услуги федеральный оператор подписывает акт об оказании услуг в разделе «Мои заказы». В течение трех рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг будет направлен счет фактура посредством ЭДО, контур-диадок, СБИС или Почты России по адресу, указанному в реквизитах договора. Перед началом работы изучите руководство пользователя и видеоинструкцию для отхода образователя, в которых собраны ответы на многие вопросы. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с круглосуточной службой технической поддержки. Субтитры создавал DimaTorzok